Беларусь Наталья Яусеенко – наставник музыки у одной из гомельских школ. В этом году свой летний отпочинок вырошила присвятить головной громадской политической подеи у життей краины. Здравствуйте! Это инициативная группа по сбору подписей в поддержку кандидатов президента Республики Беларусь. Семейная пара пенсионеров дикун побачила уже теня мало. Иван Антонович пройшел всю ойчинную войну. Он отправился на фронт доброохвотником и сустрел перемогу под Берлином. Последовый час працавал у лесной господарцы, становившим справу экономиц и текавится и зараз. Безусловно, политика построить не на измах, капитализм или социализм, а на интересы народа. А это можно только повышением эффективности использования государственной социализации. Ветливо сустракают сборщика подписов и у наступной квартиры. Проционный стаж Галины Довгуненко так само вылешается десятками годов. Больше 20 из них и она працавала на заводе «Коралл». На пенсию пошла в початку 90-х, який называя самой тяжкой порой. Говоришь и об сёняшнем дни, означая «головное». Надо идти вперёд, продвигать, чтобы всё это удержать, что достигнуто, не разрушать, как говорится. Ну и дай Бог, чтобы нашим детям, чтобы они не знали войны. Потому что вот как на Украине, там же брат на брата идёт, как это в Библии писалось, что будет такое. Такое нельзя допускать. Вот поэтому у нас, слава Богу, жить можно. Ветеран войны Василь Корниенко с выбором своего кандидата так само вызнашился. И докладно ведая, яким поменен быть президент сучасной Беларуси. Это человек наш, настоящий такой человек, о чём думает, он говорит. У докладняющей пашпортной дадины Наталья заполняет подписный лист. Напереде есть шесть десятки таких же визитов. Утым, что это недаремная справа, она не сомневается. Про мотивацию каже лаконично. Ну, если не я, то кто? А я считаю, что так я внесу маленькую лепту в будущее своей страны. Руслан Пролясковский, Дмитрий Котов, Игорь Марышенко. Телерадиокомпания «Гомель». Беларусские аграры намолотили больше за 1 млн тонн сбожжа. Об этом свечает оперативная информация на сегодняшнюю ранницу Министерства сельской господарки и харчаванне. Так, на данный момент, агульно-республиканский каравай складает около 1 млн 250 тыс. тонн. Лидером по намолоту з'является Гомельская область. Аграры нашего региона намолотили треть, больше за 400 тыс. тонн. При этом уборочная на Гомельщине уже наблизилась до экватора. Убрана больше, как 160 тыс. гектаров. Лидерами по темпах работ з'являются господарки Рогачевского и Шлобинского районов. Тут убрана больше, как 60% палетков. Середняя урожайность – 25 центнер с гектара. Максимальная – по ранейшому Добрушским районе – 35 центнеров. Выники службовой деяности за первые полгода подвели работники Державного комитета судовых экспертиз по Гомельской области. За шесть первых месяцев 2015-го в ведомстве было выконано на 30% доследований больше, чем за попередний аналогичный период. Агульная колькость экспертиз, якую в первом погоде довелося выконаць у працовникам комитета, больше за 30 тыс. Среди их судово-медицинские экспертизы. Их доля самая великая – амаль 60%. Затым идут криминалистичные, судово-психиатричные, специальные и техничные экспертизы. Рост колькости проведенных доследований замыцывался в этом погоде на 1,2%. Что отлумачится активизацией працы специалистов комитета, повеличением колькости своротов по проведению экспертиз с боку правоохонных органов и повеличением заяв от насельництва на казанье послух. С початку года специалистами Держкомитета было выконано каля 400 платных доследований. В бюджет пераличена больше за полмиллиарда рублев. Главным итогом нашей работы за первое полугодие, я считаю, то, что значительно удалось сократить количество экспертиз, выполняемых срок до одного месяца, что, конечно, повысило оперативность действий правоохранительных органов и Следственного комитета, и Министерства внутренних дел. Ну, естественно, и качество выполняемых экспертиз также мы сумели обеспечить в этом полугодии. Аспекты супрацовництва с журналистами обмерковывались напередодни подчас проведения в учебно-методичного сбора Управлений внутренних справ Гомельска-Хаблова-Канкама. На базе санатория Чонки, керавники ведомства, а так само простойники инших правоохонных структур разглядели пытания эффективности и оперативности взаимодействия со сродками массовой информации. Мы в этой связи являемся основными поставщиками информации, потому что, в первую очередь, люди обращаются к нам и реагируют. И вот этот тесный контакт между сотрудниками милициями и журналистами он обуславливает достоверность предоставляемой информации, скорость предоставляемой и эффективность отражения реальных событий, которые действительно произошли. Для читача або талеглядача важно, чтобы информация была актуальна и для строя подеи або проблемы локального узровня. Как сделать информационные нагоды интересными для журналистов и при этом закорануть интересы аудитории – одно из основных питаний, которое мерковывалось на семинары. Размова заходила и про сучасные сродки передачи информации. Сегодня треба не только заполнять сайты за потребованным контентом, а и расповсюживать информацию про сторонки в социальных сетках. Безусловно, это определено в первую очередь постоянным возрастающим потоком информационным, который мы видим, который мы видим в интернете. И пользователям, читателям, слушателям порой нелегко выбрать именно нужную информацию. И это самая главная задача, которую должны выполнять, которую должны ставить и выполнять сотрудники пресс-службы УВД. Программа семинара была насыщенной. Одно из ее участок стало узнагороджение супрацовников правооховных структур за активную позицию в справе взаимодействия со СМИ. А так само ушанование журналистов, которые помогают створать становочий имидж супрацовникам милиции. Александр Гамоля, Сергей Климович, телерадиокомпания «Гомель». С 26 липня у ВНУ Украины ожитивляется додатковый набор на бюджетные месты, которые застались вакантными после основного набора абитуриентов. Прием документов протягнется до завтрашнего дня уключна. Залечение отбудется 29 липня. Как отзначили в Министерстве Эдукации Республики Беларусь, селета у абитуриентов значно высшейшие баллы по выниках централизованного тестирования, чем у потенциальных студентов 2014 года. В связи с чем, сейчас больше высокая конкуренция при поступлении. Однако при этом у некоторых ВНУ Украины покольно зряется недобор на бюджетную форму навучания. У средним вакантными застаются от 1 до 3 месяцев. Например, в нашем регионе на додатковый набор чекают абитуриентов в Гомельском Державном Техническом Университете Мясухого. Всю информацию можно отримать на сайте научной установки. Лето, как и сезон отпочинков, у самом разгары. Многие уже поспели побывать на курорте, а для тех, кто только сбирается отправиться у подорожья, есть добрая новина. Ювелирные сетки «Золотая мара» и «Царское золото» разыгрывают 100 путевок у Турцию. А в положениях конкурса и одним из этапов розыгрыша, который на первые дни отбился в Гомеле, в сюжете Вероники Ворошилиной. Акция «Настоящий отдых», организованная совместно ювелирной сетью «Золотая мечта» и «Царское золото» – это уникальная возможность для жителей нашей страны отправиться на отдых в Турцию абсолютно бесплатно. 50 счастливчиков розыгрыша уже определены, еще столько же путевок ждут своих обладателей. До 6 августа каждый, кто приобретет у нас любое украшение или швейцарские часы от 500 тысяч белорусских рублей, заполняет анкету и становится участником розыгрыша. В Гомеле розыгрыш 25 путевок в Турцию проходил на проспекте Ленина 63 возле магазина ювелирных изделий «Золотая мечта». Его сотрудники подготовили для горожан ряд приятных подарков и сюрпризов. Прямо на улице мимы забавляли прохожих. Представительниц прекрасной половины человечества радовали живыми цветами. Забавный бегемотик с логотипом «Золотая мечта» заряжал всех позитивом и охотно фотографировался с прохожими. Мероприятие получилось масштабным и зрелищным. Я подошла, мне дали подарочки розочка, шарик и всего лишь за селфи. Мне дали карточку. Очень весело, да. По большему таких, да, акций, праздников. По итогам розыгрыша в Гомеле счастливыми обладателями 25 путевок в Турцию стали жители из самых разных уголков нашей страны. Оказалось, среди них и единственная гомельчанка. Вы стали победителем, мы вас поздравляем. Вы летите в Турцию от «Золотой мечты» абсолютно бесплатно. Ваши эмоции давайте немножечко погромче, вас сейчас слышит полгорода. Супер, ну, как бы я отдыхала, пока еще сижу как истукан. Между тем, в день розыгрыша магазин ювелирных изделий «Золотая мечта» на проспекте Ленина, 63, удивил всех своих покупателей грандиозными скидками. Цены на весь ассортимент были снижены вдвое. Серьги, кольца, цепочки и многие другие роскошные драгоценности здесь можно было приобрести с 50-процентной скидкой. Изысканные изделия из золота и серебра и небывалые скидки на них изрядно порадовали покупателей. «Все понравилось, и обслуживание, и скидки очень приятные, и покупкой довольна. Муж подарил на годовщину нашей свадьбе сережечки». «Согрешенно случайно, зашла и купила себе сережки, очень понравилось. Заполнила анкету, будем надеяться, что что-нибудь выберем». Акция «Настоящий отдых и розыгрыш путевок в Турцию» продолжается. Спешите порадовать себя приятными покупками в ювелирных магазинах «Золотая мечта» и «Царское золото». А вместе с тем получить шанс бесплатно отправиться на курорт. Следующие 50 путевок в Турцию будут разыграны в Минске 1 и 8 августа. Вероника Ворошилина, Дмитрий Родянко, телерадиокомпания «Гомель». На початку вересня стартует гандбольный чемпионат Беларуси. Мужчинская команда гандбольного клуба «Гомель» протягивает рыхтоваться до нового сезона. Задпочинку бронзовые призеры минулого чемпионата Украины вышли на початку лепеня. Звершился первый цикл подрыхтовки. Гандболисты працевали над развитием силовых и худкосных якостей. Наступный этап уже непосредственно гандбол, техника, тактичная подрыхтовка и работа с мячом. Паутарить бронзовый поспех минулого сезона и помогчимости позмагаться за сребро национального чемпионата. Такие задачи перед собой ставят гульцы и тренерский штаб команды. А кроме чемпионата Украины, подопечные Сергея Цыганкова мают намер сгулять и у Балтийской лизе. Уделу турниры дасть команде гульнявую практику, якой видовочно не хапает во внутреннем першинстве. Не лишним будет и международный опыт. Учитывая наш чемпионат, количество игр небольшое. Это дополнительные игры, дополнительные международные игры. Там есть достаточно, можем сказать, 6 команд достаточно сильных. Для нашей команды это будет хорошая прибавка и календарь спортивных соревнований увеличится. Это дополнительно мы сыграем 12-14. Их это была пошняя информация о выпуске. Добрых вам новинов и до новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова